Звучит свисток, стартовый свисток арбитра и поехали. У нас впереди и Гибадуллин имел возможность. И есть все-таки первое взятие ворот. Гибадуллин, как я сказал, не только имел возможность, но и прекрасно и воспользовался. Да, удар со старта футболистов за Рио. Здесь здорово разыграно. И отличным ударом отличается 21 номер. ЛКС получал хороших футболистов. Да, просто клуб. И смотрите-ка, под этот рассказ Сергеев мощнейшим ударом оставил Геджуа просто неудел. Леон, по-моему, ничего не мог сделать для того, чтобы мяч оказался в воротах. А он оказывается в воротах. У Михеев его просто-напросто не видел как раз за этим столпотворением и своих, и чужих. Мадияров воспользовался возможностью и сравнял Никита Рычков в этом компоненте. А вот сейчас точно все в порядке. Аносов скидывает вновь на Рычкова. Тут передача на Сергеева. Геннадий предпочитает сделать передачу снова на Рычкова. Никита делает передачу на Аносова. И 3-2 за 2 минуты. И 19 секунд до конца этой встречи. Здорово разыграно. Снизили, снизили ожидания. Садь Денадий Сергеев замело цепится. Вновь Геджуа заменил на Титут Кистенова. Ошибка Крылова приводит к тому, что 4-2. Становится счет на табло. И Михеев приходит на чужую половину для того, чтобы... Что ж, спасибо вам большое. Для вас работал Георгий Коломников и мой коллега. Субтитры сделал DimaTorzok